Все это хоккейная практика и это может перерасти в что-то большое. Несмотря на свой юный возраст, эти ребята уже точно знают, зачем нужны ежедневные напряженные тренировки в домашних ледовых дворцах и регулярные визиты к сверстникам в другие районы. Собственно, именно для этого по инициативе губернатора Александра Богомаза и были организованы областные соревнования среди юношеских команд. И это уже приносит свои плоды. Только в этом сезоне в различных турнирах приняли участие 48 коллективов в пяти возрастных группах, а это более тысячи юных хоккеистов. Только спорт воспитывает человека и характер, и стремление, и умение терпеть и добиваться поставленной цели. А вот эти вот дети, которые занимаются с 5-6 лет, и мы видим, как они каждый год прибавляют свое быстрее. И уверен, что в следующем году вы перейдете уже в другую группу, в 15-й год, в 14-му, и у нас уже можно сделать хорошую команду, которая достойно выступит на заводовышении в России. Что же касается финальных игр в этой возрастной группе, то первыми на лед вышли команды из Трубчевска и Климова. Им предстояло разыграть бронзу турнира. Два равных соперника долгое время не могли выявить фаворита. По итогам двух периодов на табло 2-2. Лишь в концовке хоккеистам из Трубчевска удалось выйти вперед. Эта шайба в итоге и стала решающей. 4-3 бронза у вымпела. В финальном же поединке хозяева льда Стародубский Олимп принимал сверстников из хоккейного клуба «Брянск». События в этом поединке развивались неспешно. Олимп без особых усилий ко второму перерыву оформил себе комфортное преимущество в три шайбы. 4-1. В таких случаях говорят, что дома и стены помогают. Но без поддержки в этот день не осталась ни одна из команд. А поболеть за ребят из Климова и вовсе приехала сборная команда области по пауэрлифтингу. Мы не могли упустить уникальную возможность поболеть за своих ребят, за свой юный возраст 2015-16 год. Не возвращаясь домой, с колес сразу же в Ледовом дворце Стародуба болеем за своих малышей, за свою команду. Мы родители, хоккейные папы, хоккейные мамы, мы пришли сюда поддержать наших ребятишек и у нас все получится, я уверен в этом. У меня сын тоже играет, занимается, тренируется. Поэтому пришли поболеть за своих ребят. Несмотря на поддержку своих болельщиков, игрокам из областного центра переломить ход финального поединка так и не удалось. Скорости не хватило у нас. Ну, вратарь у нас. Был другой вратарь, можно сказать. Это была игра для него, ну, такая, на выезд. Мы хотели очень сильно победить и настроились на игру. И во втором периоде мы взяли в себя кулаки и забили. Итог 9-2 в пользу Стародубской команды. Хозяева, помимо почетного трофея, в этот день получили еще один подарок. В рамках церемонии награждения состоялась премьера официального гимна хоккейного клуба «Олимп». Дмитрий Кузнецов, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков. Стародуб.